МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе События в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Стародубское предприятие консерв Сушпрот запустило очистные сооружения. Мощности предприятия увеличивались, появилась необходимость в современной станции предочистки. Стройка началась в прошлом году и заняла полгода. Сюжет сейчас готовится к эфиру, мы покажем его в ближайших выпусках. Но пока к другим темам. Вторая жизнь сельской школы. В Брянском районе после капитального ремонта распахнула свои двери Смольянская средняя общеобразовательная школа. В ней учатся 74 ребенка с 5 по 11 классы. Учебные кабинеты оснастили передовым цифровым оборудованием. На торжественном открытии побывала Елена Лыщицкая. Символический ключ от обновленной школы в руках директора. Строители передают фактически новую школу. И значит, с этой минуты здесь полноправными хозяевами становятся учителя и ученики. Объем работ, который удалось проделать за три месяца, колоссальный. Были отремонтированы полы, потолки, стены. Отремонтировали фасад здания. Заменили полностью систему отопления. И оснастили все помещения новой мебелью. Создана в сельской школе и цифровая образовательная среда. 74 ученика из Чернетова, Бетова, деревень Городец и Смольянь. Получают образование в условиях, ничем не уступающих городским школам. Сейчас век новых технологий, и нам будет гораздо удобнее делать это все через какие-то макбуки, опять же, или ноутбуки, опять же, электронные учебники. Нам не нужно будет тащить целые рюкзаки в школу, и это очень хорошо, я считаю так. В школе было уютно, но сейчас, конечно, комфорт повысился здесь. До этого во всех классах, конечно же, компьютер был, проектор. Ну а сейчас каждому персональные ноутбуки дали, и это очень хорошо. Стоимость работ чуть больше 6 миллионов рублей. Трудно поверить, но еще 6 лет назад на косметические ремонты и содержание всех школ и садов Брянского района выделялось 5,5 миллионов. Грамотная финансовая и управленческая политика главы региона Александра Богомаза позволила сломить негативную динамику. В регионе приток инвестиций и новые производства. Как следствие, работы экономики и жизнь на селе. Экономика Брянского района тоже на подъеме. Готова вкладывать в социальную сферу. Возможность появилась делать только тогда, когда есть взаимопонимание и поддержка и сотрудничество всех наших структур. В первую очередь правительство в голове с губернатором, департаменты, которые являются исполнителями, сотрудники администрации Брянского района, это и управление, и финансы. Потому что благодаря слаженной работе, слаженных действий, вот получаются вот такие вот объекты, получаются такие результаты. Экскурсия по обновленным кабинетам. Уютные, светлые, комфортные. Современная начинка и традиционные справочные пособия. Это хороший пример работы с маленькими школами, которые есть на территории региона. И, конечно же, они требуют внимания. И вот здесь действительно было принято решение совместное с департаментом образования, с части областных средств, и район свои средства вкладывал для ремонта этой школы, именно действительно для того, чтобы жизнь в этой школе была и продолжалась. Потому что школа действительно старая, с историей, и она, конечно, имеет место быть. И главное, что здесь есть коллектив учителей, которые работают для детей. За ходом ремонта пристально следили родители. Теперь они ставят проведенным работам высший бал. Эту школу закончили уже трое моих детей. Учится четвертая, и мы ее очень-очень любим. И, конечно, мечтали о новой школе. И то, что сейчас мы видим красивую, светлую, теплую, современную школу. У меня здесь учатся двое детей, ученицы пятого класса и ученик восьмого класса. Я сама училась в этой школе, закончила эту школу. И, конечно, разница колоссальная по сравнению с тем, что у нас было, в какой школе училась еще я. Вектор обновления для всех сельских школ – замена крови или окон, ремонт и спортивных залов. А в преддверии Нового года образовательные учреждения получили 26 новых автобусов. На эти цели было выделено 55 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Получила Смольянская школа приятный подарок – сертификат на 50 тысяч рублей и современное МФУ. Теперь во всеоружии обновленный храм науки с 65-летней историей готов принимать учеников. Елена Лыщицкая, Денис Пашков, События, Брянский район. В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В связи с этим Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с субъектами федерации. Были подведены итоги первого дня массовой вакцинации. Так, Брянская область оказалась в числе лидеров. Наш регион на шестом месте в стране по подаче заявлений на вакцинацию через единый портал госуслуг. Активно жители области записываются и через регистратуру, чтобы защитить себя от опасного вируса. На вчерашний день у нас привилось через регистратуру 50 человек. Но миссия активно записывается на призывки и по телефону и через госуслуги у нас уже, наверное, сегодня записалось 428 человек. Понятно, что в один день такое количество пациентов мы привить не можем, поэтому мы составляем график. Пациенты приходят и старше 70 лет, то есть и 75 лет приходят пациенты прививаться, да и наши сотрудники, которые в возрасте ведутся и прививаются. Потому что сегодня это единственный метод, который надежно защищает нас от довольно опасной инфекции. К массовой прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции активно подключились и крупнейшие предприятия нашего региона. Одно из таких – группа «Кремний-Л». Уже в январе там была приобретена морозильная камера для хранения вакцины против COVID-19. Как мы уже говорили ранее, она требует особых температурных условий – находиться в холодильнике при температуре минус 18 градусов Цельсия. Камера установлена в поликлинике на территории завода. Сейчас на предприятии трудятся 1800 человек. Сделать прививку желают многие. Итак, медики отмечают повышенную активность. Желающих сделать прививку от коронавируса предостаточно. Вакцинируются в первую очередь те, чья работа связана с коммуникациями. И это не только врачи, но и наши коллеги-журналисты. У прививочного кабинета с самого утра многолюдно. Вакцинация от коронавируса пользуется спросом. Каждый понимает опасность заражения COVID-19. Новая коронавирусная инфекция никуда не денется. Она остается с нами пожизненно. Поэтому нам необходимо создать прослойку иммунную для того, чтобы предотвратить распространение этого заболевания. Это можно сделать или естественным путем, для этого должны все переболеть. Или мы можем ускорить этот процесс, просто сделав прививку. Этому призыву медиков последовали сотрудники брянских средств массовой информации. Журналист по роду службы должен общаться с людьми, записывать интервью, проводить встречи. Прессу однозначно можно отнести к группе риска. Поэтому лучше предпринять соответствующие меры заранее. Сама заразиться не боюсь и болеть не боюсь. Но хочу, чтобы окружающие люди были защищены. Чем больше людей сделает прививку, тем у нас больше шансов вернуться к обычной жизни. Моя профессия предполагает достаточно большое общение с людьми. Общение с людьми – это постоянный контакт. То, что я общаюсь, я несу риск заражения и для людей, и для себя. Для того, чтобы это снять риск и, соответственно, безопасить себя, своих близких, наших партнеров, я решил для себя принять решение сделать вакцинацию. Процедура уже традиционная. Профилактический осмотр у терапевта, измерение температуры, давление, уровни кислорода, заполнение необходимых документов. Затем укол в предплечье. Пять сутки прививочку не мочить. Не употребляем алкоголь в течение 21 дня. Флакон с вакциной рассчитан на пять инъекций, поэтому прививаемые собраны в группы по пять человек. Именно в таком составе сюда прибыли сотрудники областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Я работаю в сфере медицинской. Мы часто контактируем с людьми, которые болеют инфекционными заболеваниями. На данный момент это коронавирус очень распространенный. Я беспокоюсь за себя и за своих близких. Поэтому пришла вакцинироваться. Мы работаем с большим потоком населения, которое к нам приходит. Мы для себя, безопасить себя, свою семью. Конечно, скептиков предостаточно. Кто-то боится, кто-то не верит, кто-то рассчитывает на русский авось. Новая коронавирусная инфекция – это воздушно-капельная инфекция со стопроцентной восприимчивостью. Это просто вопрос времени. Учитывая стопроцентную восприимчивость, переболеют все. Поэтому, естественно, лучше привиться. Наши собеседники сделали прививку от COVID-19 много месяцев назад, когда она еще применялась как экспериментальная вакцина. Я привилась сама и мои сотрудники уже в сентябре 2020 года. Мы были самые первые, которые участвовали в этих исследованиях. И, конечно, я считаю, что это очень правильно, это нужно. И воздушно-капельные инфекции – это мое мнение. Вообще они управляемы только с помощью вакцинации. Прививка, она безопасна, это можно уверенно сказать. И, конечно, она эффективна, безопасна, потому что никто из моих сотрудников, которые прививались, не отмечали никаких последствий после вакцинации. Ни при первом компоненте, ни после второго компонента у нас не поднималась ни температура, ничего. То есть мы перенесли очень хорошо. И на сегодняшний день мы проверяем свой уровень антител, сдаем кровь на антитела. И нам очень приятно, что антитела выработались, они есть. То есть какая-то защита есть в организме от этой инфекции. Переносится, как правило, как вакцинация от гриппа. Те же самые симптомы. У большинства побочных эффектов не было. Из всех привитых сотрудников за три месяца после вакцинации у нас никто не заболел. Решение, делать прививку или нет, это, конечно, вопрос сугубо личный. Но к мнению врачей, а одновременно и тех, кто вакцинировался, все-таки стоит прислушаться. Заболевания у каждого человека протекают индивидуально. То есть есть случаи, когда и молодые люди, ну, среднего возраста, 30-40 лет, очень тяжело переносят заболевания. А люди, конечно, с хроническими заболеваниями, имеющие там сахарный диабет, ожирение, какие-то другие сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Для них эта инфекция протекает очень тяжело. Поэтому рекомендую людям старшего возраста и людям, которые имеют хронические заболевания, обязательно сознательно подойти к данному вопросу. И, конечно, привить себя. Это в первую очередь защитит и ваше здоровье, и здоровье ваших родных и близких. По итогам первого дня вакцинации Брянская область занимает шестое место в России и вошла в топ-10 регионов-лидеров по количеству записей на вакцинацию через единый портал государственных услуг. Александр Новиков, Максим Кузнецов. События. Брянск. Активисты волонтерского центра «Единой России» получили заслуженные награды за помощь жителям Брянщины в период пандемии. Чествование состоялось в региональном отделении партии «Единая Россия». В период карантина некоторые категории граждан оказались в безвыходной ситуации. Речь идет о сотнях тысяч людей. Однако это количество не испугало желающих помочь. Волонтеры «Единой России» брались за все. От психологической поддержки и покупки продуктов и лекарств до работы в госпиталях в красной зоне. Самым сложным было, что ты туда пришел и вообще ничего не понятно. Пациенты напуганы, медики сами тоже еще не совсем понимают, что происходит. Плюс эти костюмы, жара, ну и как бы не то чтобы страх, но все равно как-то волнительно было, когда ты первый раз заходишь в этом костюме и как бы толком не знаешь, что это за вирус и чем это все закончится. Гораздо приятнее помогать людям, видеть эту помощь, видеть отдачу. И как бы тут уже любой страх ни по чем. Зал сразу не вместил всех, кто в этот день удостоился наград за свой бескорыстный труд. А заслуги волонтеров отметили медалью «Мы вместе» и благодарственными грамотами Брянского регионального отделения «Единой России». В 2020 году многие акции проходили под общим девизом «Мы вместе». Мы все разные. Кто-то поэт, кто-то врач, кто-то преподаватель, кто-то с короткой прической, кто-то с не очень короткой прической. Все мы разные. Но то, что нас объединяет и делает нас людьми, это сострадание и готовность прийти на помощь нуждающихся. Поэтому огромное-огромное спасибо. И я желаю, чтобы у вас вот это чувство сострадания и чувство желания помочь окружающим, оно у вас сохранилось. Если вспомнить историю, мы помним, когда Первая мировая война и дочери императора сами ухаживали за тяжелобольными солдатами. Мы помним Великую Отечественную войну, когда пацаны и девчата, которые могут играть еще в школу, должны были ходить. Их никто не заставлял. Они шли на завод и делали патроны для фронта. Они шли в партизаны. Вы помните, что такое сын полка. Это все ведь никто не заставлял никого куда-то идти. И сейчас, когда пришла беда, так же все встали в один ряд и помогают кто чем может. Здорово понимать, что в нашей стране такие люди есть. Спасибо вам большое. Возможно, сострадание и желание помочь в крови у русского человека. Добровольчество сегодня действительно популярно. Есть люди, которые даже не входят в волонтерские организации, но тоже хотят помогать. Об этом рассказали активисты уже депутату Государственной Думы Николаю Валуеву, который также принял участие в награждении. Я миллионный раз убеждаюсь на примерах таких, как вы, что только собственным примером, только по-настоящему такой человеческой отдачей можно действительно у людей формировать определенное мнение. Парламентарий выслушал предложения волонтеров и пообещал всеми возможными способами, в том числе и на нашем телеканале, рассказывать о деятельности добровольцев и о возможностях к ним присоединиться. Православные брянцы отметили один из 12 великих праздников – Крещения Господня. По сложившейся традиции, многие решились окунуться в ледяную прорубь. Насколько безопасно прошли купания, расскажет мой коллега Артемий Маркелов. Сильные морозы добавляют азарта желающим окунуться. Впрочем, как говорят купающиеся, в холода заходить в Иордане намного комфортнее. В каждую из купелей заранее обследовали водолазы. На берегах рек разбили отапливаемые палатки-раздевалки. Также желающим предлагали горячий чай. Сотрудники МЧС развернули полевые кухни. В этом году на территории области организовано 42 купеля. Из них 8 открытых. Для обеспечения безопасности привлечено 387 человек, 133 единицы техники. Купания начались 18 вечером. И следующие сутки они проходили под наблюдением спасателей, медиков и полицейских. Особый контроль вели за соблюдением санитарной дистанции. Великий праздник русской традиции последовали больше 3,5 тысяч человек. Артемий Маркелов, Владислав Пескунов при содействии Пресс-службы регионального управления МЧС. События Брянск. Массовых крещенских купаний в городе Клинцы и Клинцовском районе не состоялось. А вот другая традиция, одна из главных, посещение богослужения, на котором освящают воду, остается в силе. Крещение Господне – один из величайших двадцатых праздников. Для православных празднование начинается 18 января в Крещенский сочельник. Божественная служба этого дня состоялась в новой святыне города, в Кафедральном соборе в честь Богоявления Господня. Слава Молодойчицу нашу Богородицу и Престадью Марии, со всеми святыми поминувшими, сами себе друг другу, и весь живот наш Христу Богу предади. Праздничное богослужение состоялось и в Кафедральном соборе Петра и Павла в Клинцах. Ежегодно тысячи клинчан на крещение идут в храмы, дабы освятить воду. Великое ВД освящение проводится всего два раза в год – в Крещенский сочельник 18 января и в праздник Крещения Господня. Песня «Петра» Освящение воды происходит не только в купелях и подготовленных емкостях. Крещенская вода – это освященный определенным образом с помощью молитв – чистая питьевая вода. Принято весь год ее бережно хранить и пить с утра на дочак с молитвой. Дмитрий Белух, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов. События. Клинцовский район. 40 лет на сцене и с творческим порывом даже в условиях пандемии. Для детей и взрослых полсотни спектаклей самых разных жанров. 2020 год для всего коллектива Брянского театра юного зрителя был успешным. О наградах и победах расскажем далее. Более 200 спектаклей за 40 лет. В этом году театр юного зрителя празднует юбилей. Репертуар сегодня почти полсотни спектаклей. Большинство из них классика. Несмотря на пандемию, коронавирусу 2020 был плодотворный. Памятные награды и высокие оценки всероссийского и даже международных масштабов копилка достижений Брянского тюза пополнилась знатно. Показали мы спектакль «Каштанка». Поставил режиссер Сергей Федоров. Спектакль показывали в театре в Москве. В драматическом театре Армен Деджихарханяна. Зритель принимал с овациями, с цветами, с любовью. Критики хорошо приняли. Закрытие фестиваля «Золотой витязь» состоялся в храме Христа Спасителя. Среди награжденных коллектив Брянского тюза. Еще одно достижение – участие в международном большом детском фестивале. Возглавил его Сергей Безруков. Все проходило в дистанционном формате. К нему труппа театра уже также адаптировалась. На живую это было бы более, и зритель принимал бы, наверное, это было бы для нас более комфортно и лучше. Но вот коль в этом году с эпидемией и вот так получилось, значит, все равно мы довольны, счастливы. На этом фестивале было около 400 заявок. 44 театра выбрали для этого фестиваля. Нам также вручили диплом. Сейчас коллектив театра в ожидании масштабной реконструкции. Зданию уже 60 лет. В планах на текущий год и насыщенная культурная программа. Ее выбирал новый режиссер театра. Мария Слевестрова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Самый большой каток областного центра будет открыт в Фокинском районе Брянска. На месте футбольного поля «Юность», расположенного по улице 2-я аллея, рядом со строящимся спортивным комплексом «Спартак-арена», уже подготовлена ледовая площадка размером около 5000 квадратных метров. Отметим, что ледовое покрытие здесь будет обновляться каждый день. Желающих приятно провести время, самый большой открытый каток города будет принимать по будням с 15 до 22 часов, в выходные дни с 11 утра до 10 вечера. Возрастная категория 0+. Комфорт и красота – ничто без безопасности. В строительной компании «Гарант» этому вопросу уделяют особое внимание. О том, как обеспечивается безопасность жителей элитного квартала в Брянске, прямо сейчас. Красивый дом всегда привлекает взгляды и повышенный интерес. В условиях, созданных в резиденции «Гринпарк», каждый почувствует себя избранным. Здесь реализованы лучшие мировые практики, роскошная архитектура и современные технологии. Масштабное озеленение и ландшафтный дизайн. Про чувство спокойствия и ощущение безопасности нам рассказали жители элитного комплекса в центре советского района. Для меня при выборе данной квартиры основополагающим элементом было то, что здесь очень продумана безопасность детей. У меня трое детей, трое парней, которые не сидят на месте, и за ними нужен глаз до глаз. И так как здесь есть закрытая территория, машины не ездят по территории дома, а внутри сконцентрирована детская площадка, это просто замечательно. Очень много камер. Я думаю, что безопасность здесь будет на самом высоком уровне. Поэтому наш выбор – Грин Парк. Несмотря на идеальную транспортную инфраструктуру, территория резиденции Грин Парк ничуть не теряет в тишине и экологичности, поскольку дороги удалены от домов комплекса. С севера к кварталу по генеральному плану города примыкает пешеходный бульвар – зеленая зона отдыха. Для безопасности жильцов в нашем квартале предусмотрено три уровня защиты. Первый уровень защиты – система контроля доступа. Второй уровень защиты – круглососуточное видеонаблюдение. Третий уровень защиты – огороженная территория. Также в каждой квартире резиденции установлена металлическая дверь повышенного класса безопасности. На ее этажах установлены видеодомофоны. Для желающих в резиденции Грин Парк предусмотрены индивидуальные гаражи, оборудована вместительная гостевая парковка, даже имеется оснащенная по всем требованиям отдельная вертолетная площадка. Светлана Дробкова, Владислав Пескунов, Кирилл Пухляков. События. Брянск. Еще больше новостей в интернете на нашем сайте губерния.тв. Также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Хороших новостей. И до встречи в эфире. Продолжение следует...